Падать, ронять. Какая разница между этими словами? Снег падает, листья падают. Понятное дело, да? Если на улице скользко, а может быть сыро, человек может упасть. Человек падает, сейчас он упадет. Он падает и упал. А если представим, если мы представим, что у него в руках пакет. Он падает и роняет пакет. Он упал и уронил пакет. Он роняет пакет. Он уронил пакет. Он уже не держит пакет. Он выпустил пакет из рук. Пакет падает. Он упал и уронил стакан. Или выронил стакан. Стакан упал. Кот смотрит, как падает цветочный горшок. Кто уронил горшок, мы не знаем. Может быть, он сам упал. Она чуть не уронила папки. Или она чуть не выронила папки. Чуть не уронила, почти-почти уронила. Но не уронила. Смогла их удержать. А можно сказать, что кто-то эти монеты роняет? Роняет – это просто разрешает им падать. А здесь кто-то бросает монеты. Или кидает монеты. А сейчас можно сказать, что он роняет чай? Опять же, если он делает это специально, то нельзя. Он сыплет чай. Вода капает сверху. Капли воды падают сверху. Может быть, кто-то льет воду, но не роняет. Листья осенью с деревьев, конечно, падают. Но если вы поэт, если вы пишете стихи, то вы, конечно, можете сказать, что деревья роняют листья, как Пушкин, например. Роняет лес багряный свой убор. Лес роняет – листья падают. Или здесь. Дождь идёт, конечно. Более поэтически можно сказать, что капли дождя падают. А во многих стихах встречается фраза «Дождь роняет капли» или «Роняет капли дождь». Ну, это уже для поэтов. Давайте я попробую. Он уронил мороженое. Мороженое упало. Его мама в сердцах может сказать, ну почему ты всегда всё роняешь? Да-да, абсолютно верно. Ронять – это о том, что кто-то что-то держал, а потом перестал держать, позволил этому чему-то упасть. Или не смог держать по какой-то причине. Кто-то уронил что-то или кого-то. Уронил объект. А объект упал. КОНЕЦ